Мы, говорит, 60 пенуэлов провели, мы каждый раз предупреждали, там, ребята, не заглядывайте в анкеты наперед. И всегда люди не исполняли эти обещания, они заглядывали наперед. Мы приехали к вам 61-й раз, в Болгарию первый раз мы проводим пенуэл. Вы, говорит, первая группа, которой ни разу никто не заглянул вообще наперед, никто, ну, как бы говорится, так вот. Ну, там, ну, мы так подумали, что, наверное, пастырь у вас такой, какой поп такой приход, такой исполнительный такой. И потом меня спрашивают, а ты знаешь хоть как поп переводится, аббревиатура? Я говорю, вообще-то, честно говоря, я не слышал никогда, ну, что поп так, как-то еще расшифровывается, что ли. Говорит, я тебе скажу, это пастырь Сергеевне говорит, перевод слова поп буквально звучит, как пастырь овец православный. Я говорю, первый раз такой слушаю, говорю, он говорит, ты знаешь, что ты тоже поп? Говорю, а я так каким боком? Говорит, ну, я тебе скажу, говорит, пастырь овец протестантский. Говорю, а, ну, хорошо, говорю, так что я не какая-нибудь там поп-звезда, я просто поп. Слава нашему Богу, и действительно семинар потрясающий, и просто я верю в то, что не последний, потому что нам предложили о том, что в будущем еще будут проводиться такие пенуэлы. Сегодня я с пастырем Николаем разговаривал о том, что и болгарской церкви тоже предлагаются, тоже могут служителя пастыря приехать провести в болгарской, в нашей головной церкви. Пастырь Николай отдал добро, говорит, пусть пастырь Денис мне напишет в письменном виде, как он видит, как это, ну, вот все представляется ему, и спросит мне, сбросит мне на электронный адрес. Слава нашему Богу, я хотел бы, вы знаете, как, не знаю, для меня это как подтвердение чего-то хорошего, потому что вот мы вернулись семинара, и, ну, я читаю у себя на почте о том, что приехали к нам новые люди, которые хотят стать частью нашей церкви, уже служителя, которые, ну, как и мы все, ну, кто служит в нашей церкви, мы универсалы, мы, говорит, мы можем везде, ну, там, где надо, что, говорит, затыкайте нами, там, вот, просто можно в прославлении, можно в детском, можно в молодежном. Я хотел бы попросить Романа и Альбина, выходите вместе, это семья из Молдовы. Немножко расскажите себе приветственное слово, кто хочет первое сказать, ну, давай. Это молодая пара семейная, славна нашему Богу. Приветствую всех, меня зовут Роман, 21 год, я с микрофоном на «ты», я бывший организатор праздников аниматоров, поэтому, да, я знаю, 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 поэтому я долго не буду, часа два-три. Мы из Молдовы, мы служители, мы члены церкви «Слово веры», которые находятся в Молдове, несколько филиалов. Мы с Альбиной вместе уже год, ну, я как год в церкви, и мы служим, служим в церкви, Альбина в прославлении, я где надо дыры залатать, но больше мы всего любим служить с детьми, с подростками, танцы, песни, какие-то уроки, поделки. И мы когда узнали, что здесь есть церковь, особенно русскоговорящая церковь, мы были очень рады, потому что немножко с болгарским не так хорошо, именно с здешним болгарским. С нашим диалектным еще справимся, а тут немножко проблемы. И мы посмотрели, были на вашем сайте, посмотрели прославления, посмотрели проповеди, и очень понравилось, как открыто, как весело. И сегодня вот успели познакомиться с некоторыми членами церкви, и поняли, что Бог нас направил сюда не напрасно. Что есть церковь, есть место, куда мы можем приходить, где мы можем пребывать в Слове Божьем, где мы можем служить. Поэтому я благодарю вас за прием. И обращайтесь, если нужна какая-то помощь, какая-то поддержка. Можно мы за вас помолимся, церковь? Давайте мы прострем наши руки. Мы принимаем вас. Просто на самом деле мы видим, что духовные люди, рожденные свыше, нам нужны такие ребята, нам нужны такие служители. Господь, мы благословляем Господь Отец Осана, Твое наследие, Господь. Мы благословляем Господь Романа, мы благословляем Альбину, которая является дочерью пасторя. И, Господь Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты привел их на болгарскую святую землю, Господь Отец. Для того, чтобы, Господь Отец, они стали частью нашего служения, Господь, для болгарской нации. Потому что мы здесь не случайно все, Господь Отец. Аллилуйя, Отец Осана. Мы находимся в проломе за эту землю, за интернациональную церковь, Господь. Потому что здесь в Болгарии есть не только болгары, здесь есть много наций. И, как Ты сказал, что домом молитвы, нарекут для всех народов. И мы хотим, чтобы Господь на болгарской земле был дом молитвы для всех народов, для всех наций. Потому что вот Болгария, вот такая страна, она принимала армян, во время армянского геноцида, она приняла евреев, когда их убивали, она их сокрыла. И много наций здесь получило убежище. Это очень благословенная, гостеприимная земля. И мы уважаем Болгар, мы уважаем болгарскую церковь. И мы хотим также, Господь, чтобы здесь, на болгарской земле, была церковь для всех народов и для всех наций. Такая наша цель, для того, чтобы мы все дружили, для того, чтобы мы все были вместе. Украинцы, русские, молдаване, белорусы. Можно перечислять до бесконечности. Чтобы мы были объединены той любовью, которую мы имеем в нашем Господе Иисусе Христе. Мы принимаем в нашей церкви, в нашей поместной общине брата Роману и сестра Альбина, Господь, Отец. Дай им, Господь, стройно, Господь, гармонично войти, Господь, в служение церкви, Господь, Господь, Аллилуйя, Отец, Асана. Дай нам, Господь, принять их с радушием, поддержать их, Господь, Отец, чтобы они чувствовали, Господь, что мы одно единое целое, Господь, что мы одна семья. Мы просто благословляем эту семью, Господь, Аллилуйя, Отец. И просто приглашаем их просто частью нашей поместной церкви города Варна. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, церковь Божия скажет. Аминь. Роман, Бог обильно благословит. Альбина, принимаем вас в нашу семью. Слава нашему Богу. Присаживайтесь, пожалуйста. Еще один гость. Антоний. Очень такое хорошее имя, да. Тоже приветственное слово. Добрый день. Меня зовут Антоний. Я из Украины. На данный момент работаю в Болгарии добровольцем, волонтером. Работаем с молодежью, с детьми. Учим с ними английский язык. Участвуем в культурно-массовых мероприятиях. Пришел к Богу полгода назад и уверовал. И у нас в городе, в Украине, церковь Слово Жизни. Празистанская церковь. И когда я здесь, в Болгарии, на данный момент я работаю в городе Тервелл. Может быть, вы знаете, 100 километров отсюда. И я узнал об этой церкви через интернет. И узнал, что она русскоговорящая. Это было очень интересно узнать. И вот сегодня первый раз. Мне очень понравилось здесь. Очень такие свидетельства прекрасные. И хочется наполняться Словом Божьим. Хочется быть в присутствии Бога. И с вами вместе здесь служить Богу. И узнавать Слово Божье еще больше. Антоний, можно за тебя тоже помолиться? Давайте мы также прострем руки. Господь, благослови наши брата Антония, Господь Отец. Спасибо тебе за то, что Господь Отец Осана. Господь, ты привел его в нашу церковь. То, что ему понравилось, Господь Отче. То, что он чувствует себя частью, Господь Отче. Аллилуйя, Отец. Семьи, Господь Отец. Мы воистину одно, Господь. И ты когда-то сказал, Иисус, что Господь. Только тогда люди скажут о вас, что вы мои ученики, когда увидят любовь между вами, Господь Отец. Спасибо тебе за то раствор, которое мы имеем в нашем Господе. За то, что мы одно тело, Господь. За то, что мы омываемся одной кровью. Твоей, Господь. И мы тебя благодарим. Еще и еще раз благословляем. Служение Антония. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Антоний, будь благословен. Слава нашему Богу. И, ну, у нас первое воскресенье месяца. У нас сегодня трапеза Господня. И всегда, когда мы проводим трапезу, то служение немножко затягивается. Это нормально. Поэтому немножко терпения. И, конечно, в принципе, весь день этот воскресный, это день Господень. И это делается во всех церквях.